Стелла Кьярри Срочно! Женюсь на вашей маме! Два плюс один! Пролог! Максим Он должен меня принять! Прямо сейчас! У Максима Михайловича важная встреча! Громкие голоса доносятся из приёмной. Кажется, ещё чуть-чуть, и возле двери в переговорную случится драка. Нервно закусываю губу. Ну, стоило послушать совет архитектора и поставить пуленепробиваемую дверь. А ещё сделать несколько дополнительных слоёв шумопоглощающего материала, чтобы ничто не могло отвлечь нас от рабочего процесса. Почти сутки в дороге. Я не желаю ждать ни минуты. Ну, никаких «но». Инвестор отрывается от рабочего обсуждения и косится на дверь. Он наконец-то привёл своего таинственного клиента, нашего потенциального покупателя. На экране отложенная презентация программного обеспечения. Всё идеально, чётко. Комар носа не подточит. Я лично проверял всё утро. Эта сделка должна состояться во что бы то ни стало. Вот только судьба решила испытать меня на прочность, приготовив сюрприз. В переговорную барабанят так, что дальнейшее обсуждение становится невозможным. Где охрана, чёрт возьми? Почему вера не примет меры? — Предлагаю сделать перерыв, — говорит Артемий, осушая стакан с водой. На его лице проскальзывает беспокойство. — Простите, сейчас разберусь. — Выхожу из-за стола. Меня сложно смутить, но сейчас я красный, словно только что сваренный рак. Ну кого принесла нелёгкая? Неужели мой слух меня не подводит? Мысленно перекрестившись, хотя я атеист, осторожно открываю дверь. И тут же меня сшибает с ног аромат розы и ванили. Прошло пять лет, а эта особа остаётся верна своим ужасным духам. — Мио, Максим, как же я рада тебя видеть! — в свойственной ей манере громогласно заявляет на весь коридор. — Эта девушка не хотела меня пускать. Ну что ты молчишь? Что стоишь, как будто бы чужой? А ну иди сюда! — хватает меня в охапку и расцеловывает. Начинаю кашлять от тяжёлого запаха парфюма. — Ты что, занят? Салют, сеньор! Машет рукой, глядя мне за спину. — Вообще-то да. У меня важная сделка. Затылком чувствую, как из переговорной на нас с любопытством смотрят несколько пар глаз. — Прости, я не могла дождаться, сам понимаешь, самолёт, поезда. А я уже не молода, а возраст берёт своё. — Максим Михайлович, вижу, у вас есть дела поважнее работы. Может быть, перенесём встречу на более удобное время? Когда вы станете готовы к сделке? В коридор выходит Борис, прерывая наш диалог. — Конечно, у него есть дела. Он важный бизнесмен. А вот у вас, сеньор, дела идут не очень хорошо. — С чего вы взяли, — багровеет Борис. — Поняла по расстёгнутой ширинке. Мужчина непроизвольно начинает шарить по штанам, и взгляды смещаются на него. После её высказывания дела будут плохи у меня, но всё равно прикусываю язык, чтобы не рассмеяться. Это так нелепо выглядит, но настолько смешно. А ширинка у него и правда оказывается не застёгнута. Конфуз. — Вероятно, у вас проблемы с деньгами. Борис давится ответом, пока она продолжает рассуждать. — Хороший портной стоит недёшево, а ваши штаны и их молния полнейшие... — Роза, дорогая, вы, наверное, голодны с дороги. Могу я угостить вас с самыми лучшими спагетти? Прерываю её на полусловие жестами, объясняя секретарше, чтобы организовала обед для неожиданной гости. — Это вряд ли. Уверена, в вашей стране всё так же отвратительно готовят пасту, как и сорок лет назад, когда я была здесь впервые. — На это нечего сказать. Пару секунд тишину сотрясает только сопение Бориса, который безуспешно пытается справиться со сломанной молнией на брюках. — Тогда что я могу сделать для вас? — Задаю прямой вопрос. Терять уже нечего. Инвестор и клиент вряд ли захотят продолжать работу, особенно в такой ситуации. — Виолетта, подойди к нам. Ох, она жутко стеснительная. Иди же. — Роза зовёт кого-то. Из застойки секретаря показывается черноволосая малышка. Вера в ужасе разводит руками, а сеньора Эспозита, гордо вскинув голову, докладывает. — Виолетта, знакомься, это твой отец. Его зовут Максим. Девчушка поднимает на меня свои кори и глаза и с удивлением рассматривает меня снизу вверх. — Забавная шутка. — Смеётся Борис, глядя на ребёнка. — Вот только девочка слишком смуглая и совершенно не похожа на господина Лобанова. Ничего общего. И вообще вы всё больше удивляете меня, Максим. Не думал, что вы настолько легкомысленный, что сеете и тут, и там, и по всему свету. Так что, дамочка, скорее всего, вы зря тратили время на дорогу. Ваше место уже занято. — Я сам разберусь, уважаемый Борис Иванович. — Поднимаю брови. Интересно, о чём он вообще? И откуда знает про мою личную жизнь? — Полагаю, нам действительно лучше перенести встречу. Простите, Артемий, был рад знакомству. — Взаимно. Улыбается, поглядывая на Розу и Виолетту. В глазах читается сочувствие с иронией. — Всего доброго. — И вам. А программное обеспечение мне понравилось. Супер. Я вам позвоню. Обещает и, прихватив портфель, направляется к двери, даже не дождавшись Бориса. Тот, плюнув на молнию и не прощаясь с нами, выбегает за ним. — Ребят, свободны. На сегодня всё. Отпускаю программистов, а сам пытаюсь собрать разбегающиеся мысли в кучу. Малышка внезапно протягивает мне руку и с акцентом заявляет. — Привет, папа. — Ну, привет, Виолетта. Присаживаюсь на корточке и жму её маленькую ладошку. Боже, она что, действительно моя дочь? И почему я узнаю об этом спустя несколько лет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова